Отец, мы просто прославляем, благодарим и поклоняемся Тебе сегодня. Слово Божье является светом стезе моей. Оно является светильником нашей ноге. Мы живем, идя путем новым и живым. И мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за чудеса Твоей благодати. И мы благословляем и благодарим Тебя. Мы не приглашаем Тебя сегодня сюда как гостя. Ты хозяин этого места. И для нас огромная честь находиться в Твоем присутствии. И мы благодарим и прославляем Тебя за Твое слово. Во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться. Давайте откроем нашу Библию сегодня на Евангелие от Иоанна и прочитаем известное нам местописание. Мы будем учиться тому, как получать урожай из Царства Божьего. Давайте откроем нашу Библию на первом стихе первой главы Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть через Бога, через Слово. И без Него, без Бога, без Слова, ничто не начало быть, что начало быть. 14 стих. И Его Слово является одним целым. Мы уже как-то говорили о том, что эта книга не о какой-то личности. Эта книга сама является личностью. Вот что Господь показал мне, когда я размышлял над Словом Божьим относительно нашей финансовой жатвы. Я молился в духе о жатве и о том, как все это делается, потому что жатва не приходит автоматически. Просто лишь потому, что вы посеяли. Иисус говорил, что это не так. Он сказал, что сеятель выходит сеять. И Он описывал этот процесс сеяния. Разные почвы, в которых оказалась эта семя. Некоторые семена упали в землю. Некоторые, очевидно, Он просто где-то рассыпал. Но затем, что касается посеянного в хорошую почву, то Он сказал, когда созревает урожай, Он, тот же самый сеятель, немедленно посылает серп. Итак, жатва является другим видом духовной деятельности того же самого человека, который посеял семена. Так что это не автоматически. Я изучал это, работал над этим. И глядя на систему этого мира, я увидел, что политики не имеют ничего общего с экономикой. Экономика – это духовная вещь. Она определяется не правительством. Она определяется не политикой. И, например, экономика Соединенных Штатов сегодня как никогда стабильна. Вовсе не благодаря республиканцам или демократам. Потому что если бы все зависело только от них, то они бы уже давно вывели ее на такой уровень. Этим мы обязаны тому, что сейчас они на Штатах учат о десятине больше, чем когда-либо раньше в истории этой страны. И в церкви растет число тех людей, которые приняли Божий призыв и повеление процветать в это последнее время. И Бог готовил это все эти годы. И как только мы согласились с этим, и как только мы начали отдавать десятину, и как только мы начали отбрасывать старое представление, и сказали, «Действуй, Господь! Мы больше не считаем слово богатства плохим словом!» И оно все это время уже было готово. И как только он это сделал, то есть как только он потянул за веревочки, которые уже давно привязал, и запустил все это в действие, экономика заработала. А они даже не подозревали, что так будет. Именно поэтому и те, и другие считают это своей заслугой, хотя это произошло благодаря ни тем, ни другим. Вам нужно об этом помнить. И когда я увидел, как экономика пошла вверх, я сказал, «Господь, ведь это делаешь ты!» Он ответил, «Да, я». Я сказал, «Тогда мы должны в этом поучаствовать». И тогда он начал учить меня этому. И однажды, когда я молился в духе, а также молился ударе и столкование, когда я размышлял об этом, вдруг мои мысли направились именно в этом направлении, и я начал тогда понимать, о чем говорил Бог. Он сказал, «Здесь есть три страницы». И я очень четко увидел это в виде книги. Это было похоже на длинную тонкую книгу, в которой было три разные страницы. Вы открываете эту книгу, и вот идет первая страница, вторая страница и третья страница. И я подумал, «Что ж, это полностью согласуется с его принципами. Отец, Сын и Дух Святой. Дух, Душа и Тело. Аминь». И так я открыл ее, и он сказал, «Первая страница – это получение урожая из Царства Божьего. Вы сеете в Царство Божье, и вы получаете урожай из Царства Божьего». Вторая страница – это получение урожая из экономики этого мира. «Ведь именно там находятся все блага». И к нашему стыду, этот мир сейчас контролирует все блага, потому что мы отдали их ему сотни лет назад, когда решили быть бедными, несчастными и не желать никаких благ этого мира. Что ж, они их забрали. И третья страница – это богатство грешника, сберегаемое для праведного. И он сказал, «Сначала научитесь собирать урожай в Царстве Божьем под моим руководством. Не нужно идти и вкладывать деньги в акции, в ценные бумаги или во что-то еще до тех пор, пока я вам этого не скажу. Вам нужно оставаться здесь, в семье, и научиться действовать и оперировать здесь, прежде чем выходить туда и иметь дело с этим миром. Потому что этот мир переживает спады и подъемы, спады и подъемы», сказал Бог. «И вам приходится иметь дело с обманщиками, негодяями и жуликами, и сегодня их в мире гораздо больше, чем было раньше». Большинство из тех, кто находится сегодня в мире бизнеса, никогда ничего так и не построило. Они не являются пионерами. Они вышли не из старой школы. Бизнесмены старой школы знали основные принципы бизнеса, даже несмотря на то, что они не знали Бога. Они знали, что не надо делать бизнес, обманывая, жульничая и воруя, потому что в конечном итоге пожнешь то же самое. Поэтому раньше главы компании учили этому сотрудников своих компаний. Некоторые из них втайне знали Бога, но в те дни им приходилось об этом молчать. Это считалось сугубо личным делом. Хотя это не личное дело, но они считали его личным делом. И поэтому иногда такие люди, как Генри Форд и другие, в своих публичных выступлениях и упоминали кое-что о вере. Но они знали эти принципы. И они учили этим принципам и требовали от сотрудников своих компаний оставаться верными этим принципам. И они создали крупные компании. Эдди Риккенбакер построил много различных компаний, включая и авиакомпанию Восточной авиалинии. Затем, когда он уже отошел от дел, комитет, в руки которого перешло управление компанией, просто развалил ее. Но основателем той компании, той авиакомпании, был Бог. И божьи люди там знали, что нужно было делать. Они вполне могли быть владельцами этой авиакомпании, потому что начнем с того, что она вообще принадлежала Богу. Например, есть другие авиакомпании, которые были основаны абсолютно неверующими людьми, и Бог не имел к ним совершенно никакого отношения. Так что здесь есть разница, понимаете? И эту разницу в действительности знает только Бог. Аминь. Учитесь этому здесь, в Царстве Божьем. Вкладывайте в него и пожинайте в нем. Тогда ваши вложения защищены. Тогда ваш урожай защищен. И вы сможете получить урожай здесь, в Царстве Божьем, о чем мы и будем говорить всю эту неделю. Неважно, что происходит в экономике этого мира, потому что вы имеете дела не с ними. Вы даже не работаете с ними. Конечно, Бог может использовать их и эту систему, чтобы благословить вас и помочь вам, и стать частью вашего урожая. Но не на них вам нужно рассчитывать. Если Бог использует их для этого, то хорошо. Но вы находитесь здесь, пожиная урожай того семени, которое вы посеяли в Евангелии, в Дело Божье. И вы отдаёте десятину. Вы находитесь на своём месте. И вы работаете здесь. Работаете с Богом. И пусть вы на работе в этом мире, но вы по-прежнему защищены. Вы вкладываете в Царство Божье. Это защищено. Это защищено небесной системой. Небесным словом. Небесным способом. Небесным бизнесом. Так что ваше семя защищено до тех пор, пока вы будете его поливать. И до тех пор, пока вы будете называть несуществующих как существующие, и ходить в веры, ходить в любви, и не вредить этому. Делайте это по правилам Божьим, и тогда вы пожнёте свой урожай. Это не мир мешает нам пожинать урожае в Царстве Божьем. Это происходит из-за нашего собственного недостатка знания, или из-за того, что мы недостаточно усердны. Мир не имеет к этому никакого отношения. Ну, знаете, брат коп, он сейчас в трудное время. Время не имеет к этому никакого отношения. Фактически. Хотите, я вам кое-что скажу? Время нам сейчас благоприятствует. Время работает против этого мира, потому что оно уже подошло к концу. Но благодарение Богу, мы живём по Божьему временному расписанию, и мы работаем с Ним. И сейчас, в этот короткий отрезок времени, в котором мы живём, он должен исполнить все свои обетования, слава Богу. Время работает на нас. Хвала Господу. И когда вы узнаёте о том, как это здесь функционирует, и понимаете, что вы здесь защищены, понимаете, что именно вы здесь делаете, прежде всего, строя этот дом, когда вы сверхъестественно выбираетесь из долгов, о чём и проповедовал Иисус, говоря о лете Господнем благоприятном. Помните 4 главу Евангелия от Луки? «Проповедовать лето Господнем благоприятное». Летом Господнем благоприятным был юбилейный год, в который сверхъестественно отменялись долги, и сверхъестественно освобождались из рабства. Освободиться из рабства – это очень сложная вещь. Я хочу лишь немного затронуть этот вопрос. Я хотел бы остановиться на нём более подробно, но пока не могу. Однако мне хотелось бы его затронуть. Освободить кого-то из тюрьмы гораздо легче, чем освободить кого-то из рабства, потому что заключённый в тюрьму пытается оттуда выбраться. Я слышал об этом несколько дней назад от одного человека, удивительного человека. Это чернокожий молодой человек, на котором рука Божья. И скажу вам, это удивительный человек, удивительный проповедник. И он сказал, что если заключённому, который пытается выбраться из тюрьмы, бросить верёвку, то ему всё равно кто находится по другую сторону стены. Он схватится за верёвку и полезет по ней. То есть он любыми способами пытается оттуда выбраться. Но если вы имеете дело с рабом, то он им родился. Он боится всего, что снаружи. Если вы бросите ему верёвку, то он подумает, что вы хотите его повесить. Вы его оттуда не вытащите. Куда я пойду? Что я буду делать? Он сказал, что вся эта страна находится в рабстве у большой вашингтонской плантации. И нам нужно это осознать. Слава Богу, правительство не является нашим источником. Они не имеют никакого отношения к экономике Царства Божьего. Если вы впустите их в неё, они повлияют на всё, что вы делаете. И вы станете рабом этого. Вы можете быть богатыми и не знать об этом. Именно это и происходит, понимаете? Вы богаты здесь, в Царстве Божьем. Но вы бедны там, потому что являетесь рабом и просто принимаете то, что вам выдают. Как я уже сказал, я бы хотел поговорить об этом более подробно, но пока ещё не время. Теперь, как только вы построите свой дом на камне, вы меня слушаете? Как только вы будете послушны тому, что сказал Иисус, как только вы построите свой финансовый дом в Царстве Божьем, на камне Божьем, на законах Божьих, на законах веры, соблюдая заповедь любить друг друга, как только вы это сделаете, и именно об этом мы с Глорией говорим вот уже более 30 лет, и теперь мы уже больше не выкапываем колодец в поисках этого откровения. Это откровение, как дождь, изливается на всё тело Христова, и оно доступно каждому, кто за него ухватится. И как только вы построите свой дом на камне, тогда Бог начнёт говорить вам. Начнёт говорить, «Я хочу, чтобы ты вложил те деньги, которыми я тебя благословил, туда-то и туда-то, и вы отдаете с них десятину, вы жертвуете, и поймите, когда Бог начинает двигаться, то достаточно даже малого. Не обязательно иметь 200 тысяч долларов, чтобы Бог что-то сделал. Он может сделать что-то и с 50 долларами, если вы дадите Ему такую возможность. Малое становится многим, когда за это берётся Бог. И Бог начинает обращать на что-то ваше внимание, и вы начинаете осознавать, «Это Бог говорит мне об этом». И вот вы молитесь об этом в духе, и неважно, если вы упустите одну или две сделки. Возможно, вы так долго молились, что упустили сделку. Ничего страшного. Лучше я молясь упущу одну сделку, чем в спешке заключу какую-то неудачную сделку. Не надо слишком суетиться, когда вы имеете дело с Богом, мечась от одной сделки к другой. Стойте твёрдо на ногах. И вы, развиваясь, выходите на такой уровень, когда вы слышите Бога в этом вопросе. Ничего не делайте просто под влиянием минуты. Молитесь об этом. Узнайте, где вы находитесь. Погрузитесь в Слово Божье. Позвольте Богу кое-что вам на этот счёт показать. И вы заметите, что станете меньше времени проводить у телевизора. Но как сильно вы этого хотите? Вы хотите смотреть все эти глупые телесериалы и плыть по течению вместе с этим миром? Или же вы хотите продолжать двигаться вместе с Богом и достичь Своего места назначения? Бог даст вам это. Он готов дать вам весь этот мир. И если Он найдёт людей, которые научатся и будут способны управлять этим миром так, как этого хочет Он, а не так, как это делали до сих пор. Они направили Его прямиком в землю, а Он хочет, чтобы вы устремили Его к небесам. И уже тогда Бог начнёт говорить вам о том, чтобы вкладывать во вторую страницу, то есть в систему этого мира. И Он направит вас и покажет вам. Он поможет вам миновать и обойти те подводные камни, которых вы не видите. Он, как капитан, маневрируя и помогая вам миновать все эти препятствия, приведёт вас прямиком к победе. И люди будут стоять вокруг и говорить, не знаю, как это у него получается. Как это у неё всегда получается покупать нужные акции в нужное время? Откуда она это знает? Что у неё за система? Её система – это притча 16.3. Слава Богу. Передай Господу дела твои и приведи свои сокровенные мысли в соответствии с Его волей и предприятия твои совершатся. Слава Богу. Аминь. И затем Бог сказал, третья страница – это богатство грешника. Сберегаемое для праведного. И вы с этим не должны иметь ничего общего. Не пытайтесь забрать у грешника его имущество. Вы впадёте в корыстолюбие и жадность. Нет. Вы не должны стремиться получить их имущество. Вы должны стремиться получить их самих. Но не ходите за ними, пытаясь взывать их для Господа, потому что у них много денег. Иногда это может быть крайне опасно. Я видел такое. Я видел, как люди завоёвывали такого человека для Господа и вводили его в Совет Церкви. Но ведь он получил всё своё богатство и всё, что у него есть, действуя в этом мире. И дьявол считает, что это всё принадлежит ему. Поэтому дьявол вдруг у него всё это забирает. Сегодня этот человек богат, а завтра он банкрот. А вы уже ввели его в Совет Диакона в своей церкви. В свой Совет Попечителей, потому что у него была впечатляющая декларация о доходах. И вы ввели его сюда, а теперь у него вообще нет никаких финансов, и вот у вас в принятии решения участвует человек, который только-только перестал быть язычником. Вдруг у вас появляется человек, который вообще ничего не смыслит в Царстве Божьем и в делах Божьих. И вот он сидит у вас на собрании Совета. Можете представить, к чему это приведёт? Именно поэтому так много церквей. Сегодня не стоит даже пороха, необходимого для того, чтобы снести их с того места, на котором они стоят. Потому что в качестве основания для принятия людей в Совет Попечителей они принимают декларацию о доходах, а не требования, перечисленные в книге Деяний, чтобы человек был сильным в Слове Божьем, сильным в вере, сильным в Духе Святом и имел хорошую репутацию. Понимаете? И поэтому теперь у вас всё не так, как надо. И скажу вам, иногда очень трудно снова расставить всё по местам. Понимаете? Всё пошло не так, как надо. И теперь вам нужно всё вернуть на свои места. Это означает, что вам придётся посмотреть кому-то в лицо и сказать, «Я совершил ошибку, приняв вас в этот совет». Поэтому вам придётся из него выйти. Если он ещё остаётся таким же младенцем, каким был тогда, когда вы приняли его в Совет, то он захочет бороться. Но вам всё равно придётся это сделать и вернуться снова на первую страницу и оставаться там до тех пор, пока Господь, ваш Учитель, Бог, Наставник и Отец не скажет вам, что вот теперь вы можете идти дальше. Но даже и не пытайтесь этого делать, пока Он вам этого не скажет. Аминь. Потому что, скажу вам, есть ещё столько всего в Царстве Божьем, к чему вы пока ещё не подключились, в сравнении с чем этот мир кажется просто цирком. Есть ещё так много всего здесь в Царстве Божьем. Есть ещё столько богатства здесь в Царстве Божьем, которое предназначалось людям на протяжении многих поколений, но так и не было востребовано. И оно по-прежнему принадлежит Богу. Оно по-прежнему находится в этой земле. Говорю вам, оно принадлежит вам, если вы ухватитесь за вещи Божьи, особенно если у вас есть родственники, служащие Богу, но которые так никогда и не процветали финансово. И они бы могли процветать, но они об этом не знали. Что ж, это принадлежит вам. Аминь. Хорошо. Теперь давайте вернёмся к Слову Божьему. Я лишь хотел объяснить это вам, чтобы у вас было об этом правильное представление. Давайте откроем второе послание Петра 1, 16. Мы говорим о вернейшем Слове Божьем. Апостол Пётр сказал, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетённым басням последуя, но бывший очевидцами Его величия. Ибо Он принял, Иисус принял, «От Бога Отца, честь и славу, когда от велелепной славы принёсся к Нему такой глаз, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором моё благоволение». И этот глаз, принёсшийся с небес, мы слышали. То есть они слышали его своими физическими ушами, будучи с Ним на Святой Горе. И так они слышали голос Бога. Но мы с вами знаем, что они также кое-что видели и своими физическими глазами. Они видели Моисея, они видели Илью, и они видели Иисуса, который преобразился из естественного вида в прославленное видение от Бога. И при том мы имеем... Обратите внимание, что Он сказал «мы». Он не сказал «я имею», Он сказал «мы имеем» вернейшее пророческое слово. Сверхъестественно сказанное слово на известном языке. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему. Обращаете на Него внимание. Смотрите на Него. Вы обращаете на Него внимание, как на светильник, сияющий в тёмном месте. И вы смотрите на Него, и вы смотрите на Него, и вы прислушиваетесь к Нему. Вы к Нему обращаетесь или слушаете Его. Он сказал, что это пророческое слово. Понимаете? Это сказанное слово. К Нему нужно обращаться. Доколе. Когда Он сказал «доколе», этим Он дал нам определенную гарантию. Он не сказал «надеетесь, что это произойдет». Есть большая вероятность, что может быть так и будет. Нет, Он сказал «обращайтесь к Нему, доколе не начнет рассветать день». Итак, Он сказал «мы имеем вернейшее слово». Слово, которое достовернее даже слышимого голоса Бога. Заметьте, с чем Он сравнивает вернейшее слово. Например, если вы, как и мы с Глорией, постоянно путешествуете, то вам приходится останавливаться в незнакомых вам гостиницах. И особенно, если вы переезжаете с одного места на другое, то есть вы не возвращаетесь домой, а из одной гостиницы переезжаете в другую, а из нее в следующую, останавливаясь в каждой из них на 3-4 дня. То, проснувшись посреди ночи, и я рассказываю об этом снова и снова, потому что считаю это самой лучшей наглядной иллюстрацией, поскольку со мной это случалось несколько раз. Вы просыпаетесь посреди ночи, направляете в сторону ванны и налетаете на стену. Там нет никакой двери. Дверь была здесь прошлой ночью, и в комнате темно, поэтому, когда вы теряете ориентацию, то вы уже не знаете, где находится дверь. Вы не имеете об этом ни малейшего представления. Вы налетаете то на одно, то на другое. Вы уже не можете найти и кровать. И что же вы делаете? Вы не знаете, где расположены выключатели. И это уже достаточно неприятное ощущение. «Ой, я налетел на дверь. Я ее не видел. Я налетел на эту дверь. Я оказался в какой-то мертвой точке. И я налетаю то на одно, то на другое. И тут вдруг я замечаю небольшую полоску света, пробивающуюся из-под двери, ведущей в коридор гостиницы, которая помогает мне сориентироваться. Я по-прежнему не могу ничего видеть. Но этот свет указывает мне, где находится дверь номера. Затем я вспоминаю, как выглядит сам номер. Я вспоминаю, «О, да, эта дверь сегодня находится вон там. Мне нужно обойти обратно свою кровать, пройти сюда. Но главное, я увидел свет». Смотрите. Вы обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Вы обращаетесь к нему. Вы слушаете его. Это вернейшее пророческое слово. «Доколе не начнет рассветать день». И вы точно знаете, что утром начнет рассветать день. Аминь. Понимаете, ведь Петр сравнивает это также и с этим. Так что ухватитесь за слово Божье, и откровение придет. Откровение. Бог обращается к вам в этом записанном слове. Эта книга не какой-то личности. Эта книга сама является личностью. Это Бог. Все было сотворено Словом Божьим. Аминь. Смотрите. Вы обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Вы обращаетесь к нему. Вы слушаете его. Это вернейшее слово. «Доколе не начнет рассветать день». И вы точно знаете, что утром начнет рассветать день. Аминь. Понимаете, ведь Петр сравнивает это также и с этим. Так что ухватите за слово Божье, и откровение придет. Откровение. Бог обращается к вам в этом записанном слове. И эта книга не о какой-то личности. Эта книга сама является личностью. Это Бог. Все было сотворено Словом Божьим. Аминь. Иисус в своем сражении с сатаной мог бы прибегнуть к различным способам, к различному виду оружия и так далее. Но в самый критический момент он выбрал самое сильное, сказав, «Написано». Аминь. Затем, когда он пошел на крест, сошел в ад. Он сошел в ад, цитируя псалмы, цитируя записанное Слово Божье. Именно за записанное Слово Божье он держался посреди самого ада. И ад не смог удержать его. Слава Богу вовеки. Заметьте. Это вернейшее Слово. Я хочу, чтобы вы сегодня это поняли. Фактически, скажите это вслух самим себе. Это вернейшее Слово. Для меня это вернейшее Слово. Скажите это. Для меня это вернейшее Слово. И Петр сказал, что солнце встает. Этот свет приходит. Все, что вы можете видеть, так это лишь вот это маленькое Слово Божье. Вот оно. Прямо здесь. Я не знаю, как такое вообще возможно, но это то, что сказал об этом Бог. Да, у меня болит все, что только может болеть. Но он сказал, что ранами Иисуса мы исцелились. Мы исцелились. Мы исцелились. Да, хорошо. Я исцелился? Один проповедник постоянно говорил своей жене, «Ты не больна. Не говори, что ты больна. Ты исцелена». Я не исцелена. Я больна. Ей это уже надоело. У нее не было об этом никакого откровения. И ей это надоело. Она сказала, «Меня скоро вынесут вперед ногами». «Я рассказала тебе, что я больна». Она была в темном месте. Слово Божье было там, но она не обращалась и не прислушивалась к Нему. Позже она все-таки обратилась к Нему и исцелилась от ужасной формы рака. Врач сказал ей, что она может умереть в любую минуту. И именно записанное Слово Божье принесло исцеление ее телу. Смотрите. Обращайтесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Обращайтесь и держитесь за Нему до тех пор, пока не взойдет солнце. Оно придет, это гарантированно. Это вернейшее слово. Держитесь за это Слово, пока не взойдет солнце, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Другими словами, откровение. Солнце внутри вас становится ярче, чем снаружи. Слава Богу. Слово Божье может стать настолько реальным внутри вас. Мы молились, мы посеяли свое семя, и нам был нужен новый микроавтобус. К тому времени наше служение выросло до такого уровня, когда нам уже понадобился микроавтобус, чтобы переезжать с одного места на другое. Наши дети были тогда еще маленькими, и они ухватились за это, они верили Богу. Джон был еще таким маленьким, что он стоял на соседнем сиденье в машине. Он тогда был еще таким маленьким. И он сказал, «Папа!» Я ответил, «Что?» Он спросил, «Эта новая машина уже наша?» А мы до этого постоянно говорили, что у нас уже есть эта новая машина. Смотрите, мы прославляли и благодарили Бога за эту новую машину. Я ответил, «Полагаю, что да». Джон сказал, «Тогда поедем и заберем ее». Это было настолько реально внутри него, что он не понимал, почему нам просто не поехать и не забрать ее. Конечно, я ему этого не сказал, но мы не могли поехать и забрать ее, потому что нам для этого еще не хватало трех тысяч долларов. У нас была только часть необходимой суммы. Я был и начал говорить, «Ну, знаешь, дело в том...» Но тут же остановил себя и сказал, «Хорошо, слава Богу, поехали и заберем ее». Джон ответил, «Давай заберем ее». Я начал это говорить, «Давай заберем ее, Господь». Слава Богу, где она? Меньше чем через неделю мне позвонил один человек. Когда я начал говорить, «Давай заберем ее», то видение, которое было у меня внутри, оно стало более реальным внутри меня. Скажу вам, оно стало настолько реальным, что мне просто хотелось пойти и сесть в ту машину. И давайте вернемся к посланию Иакова. Это очень интересная книга, послание Иакова. Особенно, когда вы примете его внимание и начнете читать ее в свете того, что Иаков был сводным братом Иисуса. У них с Иисусом была одна мать. Иосиф был отцом Иакова, а отцом Иисуса был Бог. И в какой-то момент, я не знаю, когда именно, в Библии этого не написано, поэтому не имеет большого значения, что об этом говорит любая другая книга. Я не встречал никаких комментариев по этому поводу даже в книгах по истории церкви. Возможно, кто-то что-то об этом и говорил, но я не знаю. Для меня это было бы просто предположением. Впрочем, мне все равно. Но ясно одно, что где-то в промежутке между тем временем, когда Иисусу было 12 лет, и его мать и отец искали его в Иерусалиме, и тем временем, когда он в 30 лет начал свое служение, Иосифа не стало. Он либо ушел из дома, либо умер. Я просто не могу представить, чтобы однажды утром Иосиф встал и ушел от своей жены и детей. Я не верю, что он их бросил. Кто-то спросит, а почему тогда Иисус его не воскресил? Что ж, вам нужно спросить об этом Бога. Но, во-первых, до 30 лет он не совершал никаких чудес и никого не воскрешал. А Иосифа не стало до того, как Иисус крестился Духом Святым и Силой, чтобы исполнить свое служение на земле. Он был таким же Сыном Божьим в 12 лет, каким он был и в 30. Но он сказал, «Еще не пришло мое время». Он служил не как Сын Божий. Он служил как человек, помазанный Духом Святым. Нам нужно это понимать, иначе у нас будет совершенно неправильное представление о служении Иисуса. И вот в какой-то момент Иисус, как старший сын в семье, стал ее главой. Иаков, будучи младым человеком, наблюдал, как его старший брат жил верой всю свою жизнь. Он не совершал никаких чудес, но он жил верой. Ухватитесь за это, потому что это очень важная информация для вас. Если вы живете верой в записанное Слово Божье, вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. И если вы берете Слово Божье, это вернейшее Слово, берете это вернейшее обетование, и верой говорите это, поступаете на основании этого, думаете об этом, и делаете это до тех пор, пока это не осуществится, то, когда это осуществится, другие люди сочтут это за чудо, потому что это чудесно по своей природе. Осуществилось то, чего они не могли видеть, но это вовсе не было чудом. Это было продуктом веры. И мы знаем, что Иисус всю свою жизнь ходил верой, потому что сказано, что Он полностью угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно. Так что Он ходил верой. Он жил верой. Как вы думаете, почему Его мать так сказала? Ведь Он до этого не совершал никаких чудес. Как вы думаете, почему Его мать так сказала распорядителю того пиры или людям, которые были на том пиру? Что скажет Он вам, то сделайте. Она не знала, что Он скажет, но она просто подошла к нему и сказала, послушай, у них тут закончилось вино. Сделай что-нибудь с ног. Она знала, что Его вера работала. Откуда она это знала? Она видела, как Он всю свою жизнь жил верой. И позже Он стал главой их семьи. Вся семья жила Его верой. Не Его чудесами, а Его верой. Вы понимаете? Это очень важная информация. Именно так и должна жить ваша семья. Ваша семья не должна жить чудесами. Благодарение Богу, когда приходит чудо, наслаждайтесь им. Аллилуйя. Но не пытайтесь жить чудесами, потому что они не происходят одно за другим. И еще, что касается чудес, то чудо — это божественное вмешательство в естественный ход событий. Когда складывается безвыходная или очень сложная ситуация, тогда в нее вмешивается Бог, потому что кто-то молился, и, возможно, это были даже не Вы. Возможно, это была тетушка Мини, дядюшка Фред, бабушка или кто-то другой. По молитве кого Бог вмешался в эту ситуацию, по своей милости и благодати. Развернул ее на 180 градусов, и вы смогли начать все сначала. Но если вы не начнете жить верой, тогда из-за того же самого неверия, из-за которого вы оказались в той ситуации в первый раз, вы окажетесь в ней и во второй раз, и в третий раз. Я почти могу вам гарантировать, что в третий раз вы не выберетесь из нее чудесным образом. И я знаю, что вы не выберетесь так из нее и в четвертый раз. И с каждым разом выбраться из нее будет все труднее. Почему? Вы не делаете свою часть работы. Однажды ко мне подошла одна женщина и сказала, «Бог убрал свою руку с брата Робертса». Я спросил, «Да что вы говорите?» Она ответила, «О, да». Я спросил, «А как вы узнали?» Она ответила, «Мы работали в редакции журнала «Жизнь с избытком» и вели статистику его чудес». Некоторые люди потеряли свое исцеление. Некоторые люди потеряли свое чудо. Я сказал, «Позвольте мне у вас спросить». «Это Орл Робертс их исцелял?» Она ответила, «Нет». Я сказал, «Тогда и не он должен у них его поддерживать». А мы думали, что может это чудо вообще было не от Бога. Это просто естественный разум пытается ответить на духовные вопросы, не имея ни малейшего понятия о том, что вообще происходит. И я обратился к Господу. Я тогда был студентом университета Орла Робертса. Я учился в нем еще не полный год, но уже кое с чем разбирался. Я спросил об этом Господа, «В чем здесь дело?» Он ответил, «Из-за того же самого неверия, из-за которого они оказались в той ситуации тогда, они окажутся в ней снова. Именно поэтому их нужно учить. Им нужно знать, как за это держаться». Итак, вот человек, который жил и ходил верой. А Иаков был его младшим братом. Он наблюдал за ним. Именно поэтому Иаков писал в своем послании о некоторых вещах в несколько ином свете. Он подробно пишет о том, что вы имеете то, что говорите, о словах ваших уст, об обуздании языка, о том, что мы вкладываем удила в рот коням и управляем всем телом их. Он сказал, что даже самые большие корабли в самый сильный ветер маленьким рулем направляются, куда хочет кормчий. То же самое делает и наш язык. Как вы думаете, откуда Иаков об этом узнал? Конечно, аминь. Неужели вы думаете, Иисус не говорил со своими младшими братьями и с другими членами семьи о том, чтобы вкладывать удила в рот коням и направлять большие корабли маленьким рулем и так далее? И им это очень нравилось до тех пор, пока он не начал свое публичное служение. И их очень вывел искалить тот инцидент, когда Иисус вошел в храм, взял веревку и выгнал всю ту толпу, а прокинул стол именовщиков и покусился на их религию. И с тех пор они ждали его на улице, пока он проповедовал по домам. Они ждали его. Твоя мать и братья на улице желают говорить с тобой. А почему они не здесь, на собрании? Они не хотят слышать Слово Божье. Они хотят, чтобы он снова жил с ними верой и обеспечивал их, но только не трогал их религию. А он трогал их религию. Он сказал, «Кто мать моя и братья мои? Как не те, кто исполняет волю моего отца? Как не те, кто слушает слова мои и исполняет их?» Почему? Потому что это и является вернейшим или самым достоверным. Прочитайте вместе со мной 22 стих первой главы послания Якова. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас или сразу же забыл, каков он. То есть он забывает то, что видел в том зеркале, потому что он не принял решение особо все рассмотреть». Посмотрите на 25 стих. Давайте вместе прочитаем его вслух. Приготовились, начали. «Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела блажен или благословен будет в своем действовании. Он будет благословлен. Это совершенный закон свободы». Иисус сказал, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познайте истину, Слово Божье, познайте Бога и истину, Слово Божье, Бога и истина сделает вас свободными». И его младший брат сказал то же самое. «Разве не это он сказал? Но кто?» А вот что сказал Петр. «Слово Божье нельзя разрешить самому собою. Это совершенный закон. Держитесь за него». Уже расцветает. «Это совершенный закон свободы. И кто пребудет в нем, останется в нем, пока не взойдет солнце, зная это». Вы видите, как оно здесь все взаимосвязано? «Это совершенный закон свободы для каждого, кто пребудет и останется в нем». Яков перед этим сказал, «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Затем он объяснил это и показал нам, что именно поэтому оно и работает. Давайте немного на этом остановимся. Откройте третий главу послания Якова. Здесь он продолжает говорить о том, о чем начал говорить еще раньше, сказав, «Пусть просит у Бога мудрости насчет этого испытания, искушения и проверки, но допросит с верой, немало не сомневаясь». И этому посвящено все послание Якова. С этого он его начал, и это же он продолжает объяснять дальше. А вот тринадцатый стих, третий глава послания Якова. «Мудр ли и разумен кто из вас?» А до этого он только что говорил об обуздании своего языка с помощью совершенного закона свободы, тем самым изменяя все свое тело, изменяя любое направление, изменяя любой шторм. То есть Иаков увязал все это со словами ваших уст. И позвольте мне здесь еще добавить то, что Бог показал апостолу Павлу об Абрааме, называвшему несуществующие, как существующие. Именно так вы и движетесь, в правильном направлении, выбираясь из этого шторма. Иначе шторм постоянно будет оставаться перед вами, и вы никогда из него не выберетесь. Вас будет носить по кругу внутри самого шторма, и вы никогда из него не выберетесь. Но начинайте называть несуществующие, как существующие. Смотрите дальше этого шторма, стойте на совершенном законе свободы, «Стойте и смотрите на маленький проблеск, пока не засияет яркий свет, слава Богу». Аминь. Итак, в третьей главе он продолжает говорить. «Не может братья мои...» — это 12 стих. «Не может братья моей смоковнице приносить маслины?» Да, верно. Или виноградная лоза смоквая. Да, потому что семя может производить только породу своему. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на Слово Божье, на Бога, на совершенный закон свободы». Другими словами, держите свой полный горечий рот на замке. Обуздайте свой язык. Вот о чем он говорит. Держите его на замке. Не лгите на истину. «Ну, я просто не знаю, почему этого не произошло». А Библия говорит, что это уже совершилось. Видите? Вы даже не думали лгать и говорить против истины. Если вы будете продолжать так говорить, то дьявол подтолкнет вас к тому, что вы начнете раздражаться на Бога. Почему он этого не сделал? И тогда вы сами всего за несколько минут снесете свой собственный дом. Глупо так поступать. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Она исходит из того, что вы видите, что вы чувствуете и что вы слышите вокруг себя. «Я вижу, что у меня нет семени. Я вижу, что у меня нет исцеления. Я вижу, что у меня нет денег. Я вижу, что у меня нет урожая. Я вижу, я вижу, я вижу, я вижу, я вижу». Яков сказал, что она не нисходит свыше. Но она не сходит Она обрушится на вас Вы меня слушаете Она сойдет на вас Но она не сходит свыше Ибо где зависть и сварливость Там не устройство И все, все, все худое Но мудрость, сходящая свыше Слово Божье Слово Божье Будьте исполнителем слова Мудрость В Евангелии от Луки 11, 49 Иисус назвал записанное Слово Божье Премудростью Божьей Поэтому давайте прочитаем это так Но Слово Божье и его мудрость Сходящая свыше Во-первых, чиста Это чистое семя Потом Мирна Она принесет целостность Все на месте Ничего не сломано Скромна В ней нет ничего ужасного Бог не придет к вам однажды утром И не скажет Послушай, я хочу, чтобы ты взял топор И отрубил себе ухо И тогда я услышу, что ты говоришь Я хочу, чтобы ты постился до тех пор Пока не начнешь умирать с голода И тогда я, может быть, тебя услышу Нет, нет Пост не является тем Что вызывает у Бога к вам сочувствие И вынуждает его показать вам видение Только чтобы вы не умерли с голоду Вы не заставляете таким образом Бога двигаться Пост позволяет вам исправляться Во время этого исправления вы слышите от Бога И происходит многое другое Аминь Но записанное Слово Божье Это вернейшее Слово Вернейшее для всякого семени Мирна, скромна, послушлива Каждый человек может привести Записанное Слово Божье в действие Полна милосердия Каждый раз, когда вы читаете Слово Божье Оно всегда говорит одно и то же Оно никогда не огрызается на вас и не говорит А к тебе на сей раз ничтожество Это не относится Нет, оно полно милосердия Оно всегда говорит вам одно и то же Не важно, как сильно вы расстроены Оно всегда говорит Ранами его вы исцелились Ваши нужды восполнены по богатству его В славе Христом Иисусом А если вы исповедуете свои грехи То он простит вам грехи ваши И очистит вас от всякой неправды или неправедности И оно говорит так каждый раз, когда вы его читаете Не важно, как отвратительно вы себя в этот момент чувствуете Оно по-прежнему говорит то же самое И вы тоже можете этому радоваться Потому что это вернейшее Слово И если вы будете держаться за него Оказавшись в этой тьме То оно выйдет вас из нее Потому что уже расцветает Это вернейшее Слово Оно полно добрых плодов Это живое дерево И оно принесет плоды Оно беспристрастно Бог беспристрастен ко всем Ну да, Бог сделает это для сестры Глории Но не для меня Ваши полные горечи уста Только что солгали на истину Бог сделает это и для вас Он сделает это для Глории Он сделает это для любого Аминь, аллилуйя, да Это мудрость То есть записанное Слово Божие О котором он говорит Нелецимерно Поэтому не важно Будь то перед дьяволом Или перед Богом Но когда в вашем теле есть боль Когда на вашем банковском счете Нет ни копейки А вы встаете и говорите Мои нужды восполнены Я свободен над долгов Слава Богу Мое тело исцелено от макушки головы До подошвы моих ног То вы говорите это Основываясь не на своем физическом состоянии Вы говорите это Основываясь на этом Слове Нисходящем с небес И вы не лицемерите, говоря так Вы говорите так, чтобы изменить это Аллилуйя Потому что в реальности Вы таковым и являетесь Это реальность Это вернейшее слово Бог так сказал И вам нужно научиться так говорить Мне это сказал Бог Всевышний И вы не говорите о том, что слышали слышимый голос Бога Вы даже не говорите о том, что слышали Его Слово внутри себя Вы просто прочитали это в Его Слове Теперь держитесь за это Слово И оно станет Рэмой Оно станет настолько реальным, что вы будете слышать его внутри себя И как только вы попытаетесь подумать о чем-то другом Это Слово поднимется внутри вас и скажет Нет, 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 дорогой Ты не больной Ты исцелен Ты уже исцелен Но дьявол пытается забрать у тебя твое здоровье Тебе не нужно пытаться исцелиться Ты уже исцелен Ты уже исцелен И вы скажете О, прости меня, Иисус Мне нужно обуздать свой язык Да, я исцелен, слава Богу Так хорошо быть здоровым Аллилуйя Так хорошо встать с этой инвалидной коляски Так хорошо стоять на ногах и снова бегать Так хорошо быть способным служить моей семье И помогать моей церкви и моему пастору Когда больше никому не придется возить меня на служение и сослужение Где я сидя в этом кресле могу просто прославлять и поклоняться Богу И в одно прекрасное утро вы встанете и пройдете мимо этого кресла Даже не заметив его Именно так это и работает Исцеление приходит тихо Тихо Потому что ваши уши не могут этого слышать И ваши глаза не могут этого видеть И ваше тело чаще всего не может этого чувствовать Исцеление работает тихо Это живая сила веры, надежды и любви Она работает, работает, работает И делает это без перерыва И в один момент ваши глаза вдруг это видят Вам это показалось чудом? Но вы знаете, что она все это время работала, слава Богу Это формировалось и работало Формировалось и работало И затем оно родилось в вас Вы посеяли семя Семя росло И сначала показалось зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе И вы просто продолжали говорить и продолжали верить Продолжали прославлять и продолжали поклоняться Называя несуществующие, как существующие Однажды утром вы проснулись И заметили, как все изменилось Слава Богу, Аллилуйя И впереди вас ожидает нечто еще большее Давайте все встанем, Аллилуйя Слава Богу Крикните кто-нибудь Аминь Аллилуйя 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 Хвала Господу Хвала Господу Хвала Господу Богу Аллилуйя Так хорошо быть здоровым и сильным в Господе Аминь Несколько лет назад мы были в резервации племени Наваха Мы вместе с Джерри Савейлом Проповедовали тому Кеннета Бегиша И там был один старый воин Все знали, что ему было сто с лишним лет Но никто не знал, сколько именно Он вообще не хотел об этом говорить Но на одном из собраний он вышел вперед Родился свыше и крестился Духом Святым И через несколько дней У него кто-то спросил Сколько еще вы собираетесь прожить? На что он ответил Я не знаю Но благодарение Богу Я знаю, куда я пойду Когда придет мое время Как хорошо, когда знаешь, куда ты идешь Аллилуйя Как хорошо, когда знаешь, куда ты идешь Еще находясь здесь И как хорошо знать, что ты знаешь, куда ты идешь Находясь здесь Давайте просто воздадим Господу хвалу И благодарение сегодня Аллилуйя Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе, Господь Отец, мы прославляем и благословляем тебя Мы возвеличиваем твое святое благословенное и чудесное имя Во имя Иисуса Аминь Слава Богу, вы можете садиться Мы сегодня сразу же обратимся к Слову Божьему Нам нужно о многом поговорить и многое сделать Давайте откроем наши Библии на Евангелие от Иоанна Я хочу прочитать здесь первые несколько стихов Вам нужно перечитывать это снова и снова Жить этим Обновлять в отношении этого свой разум Размышлять об этом Мы сегодня коснемся этой сферы Первый стих, первой главы Евангелия от Иоанна В начале было Слово И Слово было у Бога И Слово было Бог Оно было в начале у Бога Все Все Все, что вы можете видеть И чего не можете видеть Вы меня слышите? Все То, чего вы не можете видеть Куда больше того, что вы можете видеть Возьмем даже наше естественное окружение Человеческий глаз видит всего лишь 3 или 4% всего цветового спектра Представьте Какими же должны быть все цвета Если те из них, которые мы видим Составляют лишь 3-4% от их общего числа Боже мой Вы не можете видеть 97% их А Бог может Аллилуйя Вы знали, что Музыка Является цветной Звуки гармонии И музыка Имеют цвет Если бы вы вышли из этого естественного Ограниченного физического тела Получив возможность увидеть весь цветовой спектр Вы бы могли как слушать музыку, так и видеть ее Скажу вам Фил Дрискл изучил этот вопрос И нашел тому подтверждение Слове Божьем Аллилуйя Вы знали, оказывается, Слово Божье говорит, что звезды поют И есть многое другое, чего вы не можете видеть Но все независимо от того, можете вы это видеть или нет Было сотворено Словом Божьим Аллилуйя Не дальше 14 стих И Слово стало плотью и обитало с нами И мы видели славу Его, Бога, Слова Божьего Славу, как единородного от Отца Бога, истины, Слова Полного благодати и истины Полного Его, полного Бога Аминь И мы уже сделали это утверждение И будем продолжать его делать до тех пор Пока оно навсегда не отложится в наше мышление Эта книга не о какой-то личности Эта книга сама является личностью Вы еще со мной? Хорошо В начале было Слово Помните, Писание говорит, что Иисус есть Альфа и Омега Начало и Конец И мы говорим о том Что Бог и Его Слово Являются одним целым Ссылаясь всегда на записанный официальный документ Его завета обетовании Именно о нем мы и говорим Говоря о Слове Божьем Мы не просто говорим об этой книге Понимаете? Мы говорим о Божьем обязательстве О Его клятве Эта книга, которую вы держите в своих руках Не содержит Слово Божье Она и есть Слово Божье Вы должны обновить свой разум В отношении этих вечных фактов и истин Состоящих в том Что Божье записанное Слово Это записанный и изложенный в письменном виде Завет И последующая ратификация этого завета С дополнением к этому завету Или его продолжением Все это в действительности Был тот же самый завет Только с другой кровью В первом завете Известном нам с вами как Ветхий Завет Который Бог заключил с Авраамом В то время у Бога не было своей крови Человек пролил свою кровь А затем позже Когда был дан закон по причине преступлений Стали также приносить жертву животных Но это была всего лишь кровь человека и кровь животных И ни та Ни другая Не была равноценной Или не находилась в одной категории с кровью Бога Потому что его кровь чиста Но у него не было своей крови в то время Когда он заключил свой завет с Авраамом Но затем позже Благодарение Богу Когда пришел Иисус И пролил свою кровь Все было завершено То есть Слово Божье Было утверждено И Библия говорит, что когда Иисус воскрес из мертвых Вы помните, что как только Он воскрес из мертвых Он явился и сказал женщинам, которые пришли ко гробу Они были там и видели Его сразу же после Его воскресения Похоже, они пришли туда в тот момент Когда Он вышел оттуда И Иисус все еще стоял там Около выхода из того гроба И Он сказал Не прикасайтесь ко Мне Потому что Я еще Не вошел к Отцу Моему И Отцу Вашему И к Богу Моему И Богу Вашему Изучите, что об этом говорится в послании к евреям И вы увидите Что Он вошел к Отцу И предстал перед Ним Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех Чтобы мы в нем Сделались праведными перед Богом Тот, кто не знал греха Воскрес из мертвых Он не совершал греха Но Он был сделан жертвой за грех И вот Он предстал перед Богом Незапятнанный Выйдя из ада Он стал первым примером Прочитайте, что апостол Павел писал Тимофею Иисус стал первым примером нового рождения И это сработало Это сработало, слава Богу И вот Он Однажды, будучи сделанным грехом Теперь является праведностью Божьей Аллилуйя Первенцем из мертвых Первым, кто родился свыше И это не просто сработало Это сработало в аду Это сработало в самых худших местах Это сработало в стране осужденных И Он воскрес из мертвых И предстал незапятнанным перед Богом В небесном святое святых Где сегодня находится Его кровь Сегодня Его кровь там так же жива Как и в тот день, когда Он ее пролил Бог поклялся Ему Представьте себе эту картину Вам это нужно Мы будем говорить об этом позже Я хочу, чтобы это было в вашем сознании Еще до того, как мы до этого дойдем Представьте себе эту сцену Он в небесном святое святых Его кровью была окроплена Небесная крышка ковчега Небесные сосуды поклонения Он как первосвященник Первосвященников Вошел туда со своей кровью А Библия говорит в 9 и 10 главах Послания к римлянам Точнее, извините, послания к евреям Что Он очистил небесные сосуды поклонения Боже мой И вот Он стоит перед Богом Его кровью Окроплена небесная крышка ковчега Божьего Его кровь стоит между Богом Отцом И Богом Сыном И еще говорится в послании к евреям Я буду Ему Отцом И Он будет Мне Сыном И вот кровь Иисуса Стоит между Отцом и Сыном И над этой кровью Бог Всемогущий Поклялся Ему Как Господу Ходатую Церкви И главе тела помазанного Поклялся Ему О Новом Завете Бог поклялся О каждом слове Которое в записанном виде Вы сейчас держите у себя в руках То, о чем Бог поклялся Иисусу Было записано на бумаге Авторами Нового Завета Движимыми Духом Святым Аминь Аллилуйя Послушайте Сейчас самое время крикнуть «Аминь» Аллилуйя Аллилуйя Итак Вы имеете в своем распоряжении Форму Самого Бога Она такая же святая, как та Что на небе Она не святая в мирском смысле этого слова Для этого мира святым является то, к чему нельзя прикасаться Нет, нет, она такая хрупкая Боже мой, давайте положим ее под стекло Будем целовать ее три раза в день Ни в коем случае не пишите в ней Боже мой, она слишком святая, что в ней писать О, брат Копланд Это же кощунство над религией Да, верно Я не религиозник И я буду громить религию при любом удобном случае Аллилуйя Это Бог всемогущий и Его семья Аминь И эта святая книга не хрупкая А могущественная И она выдержит испытания временем Она выдержит все штормы Она выдержит все, что угодно Слава Богу Аллилуйя Вы согласны со мной в этом? Аллилуйя Это богодухновенная летопись славы В которой живет сам Бог Аллилуйя И в устах веры эти слова обладают такой же силой Какой они обладали и тогда, когда их своими устами вера сказал Бог Итак, мы говорим, причем достаточно подробно О вернейшем Слове Божьем Это слово верно Оно названо вернейшим пророческим словом Сверхъестественное слово, произнесенное на известном языке Об этом писал Петр Давайте откроем второе послание Петра Мы прочитаем этот стих А затем вернемся И прочитаем пару других стихов И заново утвердим это в своем мышлении Потому что именно здесь Люди очень часто неправильно понимают Небесную систему ценностей И тело Христова Придерживало системы ценностей Этого мира Устроив настоящую путаницу И поставив все с ног на голову Поэтому нам нужно позволить Слову Божьему И Духу Божьему Поставить это для нас снова с головы на ноги И расставить все в том порядке В котором оно и должно стоять Через минуту я скажу вам, что я имею в виду 16 стих 1 главы 2 послания Петра Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Помазанного Нехитросплетенным баснем последуя Но бывшие очевидцами его величия Ибо он принял от Бога Отца честь и славу Когда от велелепной славы принесся к Нему такой глаз Сей есть Сын Мой возлюбленный В котором Мое благоволение И этот глаз, принесшийся с небес Мы слышали Мы с вами знаем Что тогда произошло на той горе Названной позже Горой Преображения Иисус, когда они спускались с той горы Сказал им Никому не говорите об этом видении Пока не придет время Итак, это было видение Если это было видение, значит они его видели И в этом видении они видели Как Иисус преобразился И они видели на нем славу Божью Так что его одежда Его лицо Его волосы И все вокруг него Сделались белыми как свет И они также видели Илью и Моисея Которые физически умерли задолго до этого Но они видели их и слышали Мы не знаем, какие именно слова они говорили Но мы знаем, о чем они говорили Они слышали Как Моисей и Илья говорили с Иисусом И они обсуждали его смерть Так что им довелось немало увидеть и услышать Не так ли? О, если бы я мог увидеть что-нибудь подобное Да, всем бы этого хотелось Вы ничем не отличаетесь от других Аминь Но вы заметили Что никому из присутствующих там Это не прибавило больше веры В сравнении с той Которая у них была до того, как они туда поднялись Петр все так же продолжал пороть глупости Аминь У них оставались те же естественные проблемы Что и раньше Люди почему-то думают Если бы я увидел видение Если бы мне приснился сон Если бы я увидел ангела Или если бы Иисус явился мне и сказал Что мне делать Вот тогда бы у меня была огромная вера Нет, нет, он сказал Блаженные или благословенные Не видевшие и уверовавшие Помните, что он сказал Фоме? Когда Иисус вернулся после того, как пристал перед Отцом Когда все совершилось Тогда он вернулся на землю И явился своим ученикам Одним из которых был Фома И до этого Фома сказал Я хочу, чтобы вы поняли, что он сказал Если не увижу на руках его ран И не вложу руки мои в ребра его То послушайте Послушайте Не поверю То есть это был акт его воли Он сказал Я не поверю Иисус сказал Фома Не будь неверующим Он взял его руку и вложил сюда И Фома сказал Господь мой, Бог мой Но в этом не было ни грамма веры Это абсолютно не угождало Иисусу Иисус послал кого-то сказать им Что он воскрес из мертвых А Фома решил, что не будет в это верить Мы сейчас кое к чему подходим Запомните это Иисус сказал Подай руку твою Он вложил ее сюда И Фома сказал Господь мой, Бог мой И Иисус ответил Фома, ты поверил, потому что увидел Не будь неверующим Я хочу, чтобы вы это поняли Верить только тому, что вы можете почувствовать и увидеть Значит быть неверующим Аминь В этом нет веры Вера Находится в глубине вашего существа Она в вашем сокровенном естестве Она не в вашем разуме Она там не обитает Ваш разум не может ее произвести И не может ее высвободить Он не имеет к ней никакого отношения Разве только что может принять решение Я буду в это верить Даже если не смогу этого видеть И как только ваш разум Ваша воля И ваши эмоции То есть ваша душевная часть Принимает такое решение Этим самым Она делает свою часть работы И теперь вера будет на высоте положения Потому что в этом состоит работа вера Верить в то, чего вы не можете видеть Она является осуществлением того, чего вы не видите Она является уверенностью в том, чего вы не видите Она работает в сфере невидимого И вы не можете перейти на этот уровень Пока не примете решение верить Слову Божьему Без каких-либо физических доказательств И когда вы принимаете такое решение Тогда вы входите И достигаете этой части Вашего существа Ее достичь нетрудно Но вам нужно следовать правилам Которые этим управляют Аминь Например Если когда вы заводите машину У вас загорается красная лампочка И стрелка температуры нагрева двигателя заходит на красное поле Вы говорите Я этого не понимаю Вы поворачиваете ключ И выключаете двигатель Открываете капот И начинаете все проверять Охлаждающая жидкость в радиаторе есть Я ничего не понимаю Все работает нормально Охлаждающая жидкость в радиаторе есть Двигатель не должен перегреваться Вы снова заводите машину Температура нагрева двигателя начинает так быстро подниматься Что вы поскорее его выключаете Чтобы его не заклинило Вы снова все проверяете Я не вижу нигде никакой неисправности Снова заводите машину Снова все то же самое Наконец вы звоните автомеханику В чем же здесь дело? У вас не работает водяной насос Нет В радиаторе есть охлаждающая жидкость И двигатель работает нормально Он перегревается по какой-то другой причине У вас не работает водяной насос Нет Нет, нет. Я не слышу, как работает водяной насос. Я не вижу, как работает водяной насос. Я вообще не верю в существование какого-то водяного насоса. Вам смешно, но этот человек вообще ничего не смыслит в устройстве машины. Он не знает, что такое водяной насос. Если он его не видит, значит у него его нет. А вы когда-нибудь задумывались над тем, что может подумать рыба? Например, какой-то человек сидит в своей лодке и ловит рыбу. Вот он вытягивает очередную рыбу, смотрит на нее и говорит, «Хорошая рыбка», и отпускает ее обратно. У этой рыбы появляется определенный опыт. Она побывала там, где ни одна другая рыба еще не была. Она возвращается обратно и говорит, «Я побывала в совершенно другом мире». Вам нужно увидеть тех, кто живет в том мире. Там, где заканчивается наша водная вселенная, начинается совершенно другой мир. О, да, я видел их. Я сегодня видел двоих из них. Неожиданно какая-то странная сила вырвала меня за пределы нашей вселенной. И я оказалась в этом огромном судне, раскачивающемся на поверхности воды. На что другая рыба отвечает? Ага. На поверхности воды? На поверхности. Кроме воды больше ничего нет. Глупая ты рыба. Нет, есть. Они так смешно выглядят. И там невозможно дышать. Но там очень светло и славно. Я была там. Я была там. Я в это не верю. Но тут подплывает другая маленькая рыбешка и говорит, не сдавайся. Я тоже там была. Но если ты станешь чуть побольше, тебе уже оттуда не вернуться. Уверяю тебя. Аллилуйя. Обратите внимание на то, что сказал Петр. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали. Мы имеем. Мы это имеем. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе. Вы обращаетесь к нему доколе. Обращаетесь к нему до тех пор, пока. Вы слышите, что Дух Святой вам что-то гарантирует? Он гарантирует вам две вещи. Первое. Мы его имеем. Это вернейшее или более достоверное слово. И мы его имеем. Второе. Этот день грядет. Обращаетесь к нему в темном месте, доколе не начнет рассветать день. Говорю вам. Откровение приходит. Мудрость Божия приходит. Аллилуйя. Это так же верно, как и то, что утром восходит солнце. Обратите внимание на то, что сказал Петр. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали. Мы имеем. Мы это имеем. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе. Вы обращаетесь к нему, доколе. Обращаетесь к нему до тех пор, пока. Вы слышите, что Дух Святой вам что-то гарантирует. Он гарантирует вам две вещи. Первое. Мы имеем его. Это вернейшее или более достоверное слово. И мы его имеем. Второе. Этот день грядет. Обращайтесь к нему в темном месте, доколе не начнет рассветать день. Говорю вам, откровение приходит. Мудрость Божия приходит. Аллилуйя. Это так же верно, как и то, что утром всходит солнце. Аминь. Он сравнивает с этим записанное слово Божье. И он говорит, оно вернейшее или оно более достоверное. Смотрите. Мы имеем вернейшее слово или слово, которое достовернее слышания слышимого голоса самого Бога. Почему? Вы не будете слышать слышимый голос Божий каждый день. Если Бог каждый день говорил слышимым голосом... Помните, когда Иисус уже нес свое служение, Бог говорил ему слышимым голосом еще раз. И людям, слышавшим это, показалось, что прогремел гром. Иисус услышал, что сказал Бог. Но большинство людей посчитало это за раскаты грома. А некоторые, услышав это, подумали, что это был ангел. Нужно сказать, что мнения по этому поводу разделились. И возникла некоторая неопределенность. Аминь. То есть сам Бог что-то сказал. А никто так и не сообразил, что это было. Конечно, нет. Если бы Бог постоянно говорил так, чтобы мы могли это слышать... То представляете, какой бы на планете царил хаос? Я имею в виду, что если Бог возвысит свой голос, то наша планета долго не протянет. Аминь. Но мы можем обращаться к Нему 24 часа в сутки. Вот Он, прямо здесь. Мы не будем сейчас снова обращаться ко всем тем местам Писания относительно этого. Четвертая глава послания к евреям и к другим. Я просто напомню вам, хотя нет. Давайте прочитаем. Теперь обратимся к четвертой главе послания к римлянам. Вернейшее слово. 16 стих. Итак, поверьте, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всего семени. Как сказано в оригинале, Бог нелицеприятен. Иисус сказал, «Сеятель Слова сеет». Семя. Живое семя Божье – это Слово Божье. Оно является живым семенем. Например, когда вы кладете деньги в корзину или в ящик для пожертвований, мы называем это семенем. Писание называет это семенем. Это семя. Но это не полное семя. Это не является живой частью семени. Это лишь его оболочка. Это та часть семени, которую вы можете взять в руку. Это та часть семени, которая представляет собой ваше посвящение. И то, что вашим сокровищем является Бог, а не эти деньги. И мы называем это семенем. Но оно не будет живым семенем, пока вы не примените к нему Слово Божье. И когда вы говорите «Господь Бог сказал». «Ну, Господь Бог этого не говорит, брат Копланд. Это говорит Библия». Да, но это одно и то же, понимаете? Наступает такой момент, когда для вас это становится одним и тем же. Просто одним и тем же. Сначала оно является для вас «Логосом» от Бога, просто написанными на бумаге словами. Но когда вы принимаете эти слова, как сказанное Слово Божье, как мудрость Божью, как саму личность Бога в вашей жизни, «В сердце моем сокрыл я Слово Твое», сказал Давид. Когда вы достигаете такого уровня, и вы смотрите на это Слово, и вы начинаете размышлять над этим местом Писания, ранами его вы исцелились. Вы начинаете размышлять над тем местом Писания, где Иисус сказал, «Давайте, дастся вам, меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше». И затем он сказал, «Каждый, кто дает ради меня Евангелие, получит в этой жизни в сто крат, а в веки грядущем – жизнь вечную». Это сказал Бог. Аминь. И когда вы говорите, «Да, Он сказал это мне». Он сказал это мне здесь, в Библии. И вы размышляете над этим, и размышляете над этим, и размышляете над этим, то говорю вам, это семя, этого Слова Божьего, начнет пускать корни внутри вас. «И придет вера». Придет вера. Вы не чувствуете, как приходит вера. Она находится в той части вас, где у вас нет никаких чувств. Но теперь у вас есть духовные чувства. И когда вы развиваете свой рожденный свыше дух, вы достигаете такого уровня, когда у вас уже есть духовные чувства, подобно тому, как у вас есть физические чувства. И вы чувствуете, что происходит в духе. А ваше тело говорит, «Что?» «Я ничего не слышу». Аминь. Откровение приходит в ваш дух. И именно в нем и работает вера. Но вера просто продолжает приходить. И вы просто продолжаете говорить это своими устами, и называть несуществующее, как существующее. И эти слова станут для вас настолько реальными, что те стихи, которые вы читали и говорили, «Это слова Бога, обращенные лично ко мне, становятся для вас словом Рема». Эти места Писания разовьются в сказанное Слово от Бога. Так что начнут говорить с вами утром, говорить с вами ночью, говорить с вами днем. Вы спрашиваете, «Господь, что мне здесь нужно сделать?» И сразу же внутри вас поднимутся нужные места Писания. И вы услышите их так, как если бы сам Иисус стоял здесь рядом во плоти, обращаясь лично к вам. Только для вас они прозвучат с большей силой, потому что он сказал, «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Почему? Потому что вам пришлось развивать свою веру, и теперь ваша вера сильнее, и ваш дух сильнее, и ваше терпение сильнее, и Слово Божие сильнее, чем ваша воля, ваша разум и ваши эмоции. Аминь. Итак, это вернейшее слово, чтобы оно было непреложно для всего семени в равной мере. И он сказал, «И так по вере, чтобы было по милости». Хорошо, если это по милости, значит, это уже сделано. Недавно мы с Глорией проповедовали вместе с Хэппи и Дженни Колдуэлл. И Хэппи рассказывал, что как-то раз его отец позвал его и сказал, «Я хочу, чтобы ты знал о моем завещании. Я уже становлюсь старым. Ты мой наследник, и я хочу, чтобы ты знал, что записано в моем завещании». И отец показал ему свое завещание, по которому после его смерти вся его собственность и все его имущество переходило к Хэппи. И Хэппи сказал, «Знаете, я не имел ни малейшего отношения к приобретению этой собственности. Мне не нужно было что-то покупать, что-то зарабатывать, или пытаться что-то заслужить. Нет, вся эта собственность переходила ко мне, и я не имел к этому никакого отношения. Все, что я сделал, это родился». И я увидел это в тот момент, когда он это сказал. Я увидел, «Все, что я сделал, это родился. Но я живу на основании завещания моего папы». Все, что мы с вами сделали, это родились выше. И теперь мы живем на основании завещания нашего папы. Аллилуйя. Слава Богу. Только это живое завещание. Живой завет. Иисус воскрес из мертвых, и теперь он утверждает свое собственное завещание. Слава Богу. Аллилуйя. Так что это живое семя. Это живое слово. И оно верно и непреложно по милости для всех нас, потому что оно было дано Иисусу. Аминь. Итак, мы принимаем на Его уровне. Мы принимаем от Бога так, как если бы мы были Иисусом. Мы не такие красивые, как Он. Мы не такие умные, как Он. Аминь. Уверяю вас. Но именно таковыми Бог нас и считает. Аминь. Не говорите Ему, что это не так. Не начинайте говорить, «О, Бог, я ни на что не гожусь. О, Бог, я этого не могу. О, Боже, лучше мне туда не идти. О, Боже, разве ты не знаешь, какой я слабый? Бог, разве ты не знаешь, как мало у меня есть?» Замолчите. Дьявол уже все это Ему сказал. «Вам незачем говорить Ему то же самое, что Ему говорит дьявол. Называйте несуществующее, как существующее. Перестаньте говорить Ему о существующем. Господь, куда ты хочешь, чтобы я пошел? Я пойду туда. Я сделаю все, что ты скажешь. Слава Богу. Потому что мне вовсе не нужно быть таким уж умным, а нужно просто слушать. Ессу сказал, «Всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному или мудрому». Он не сказал, что тот человек был мудрым. Он сказал, что он поступил как мудрый человек. Если вы поступаете как мудрый человек, то вы получаете награду мудрого человека. Аминь. Если вы просто скажете «да» и потом так и сделаете, то никто и не догадается, что вы вовсе не такой уж и умный. Все, что вам нужно, это согласиться со Словом Божиим. Я имею ум Христов. Слава Богу. Так хорошо быть умнее самого себя. Аллилуйя. Так хорошо быть здоровым. Так хорошо быть исцеленным. Так чудесно быть частью богатых и сильных, а не бедных и слабых, каким я был раньше. Аллилуйя. Еще до того, как что-либо из этого стало реальностью в физическом мире, вы уже говорите и делаете, и думаете, и действуете так, просто лишь потому, что так сказал ваш отец. Хорошо. Если вы прочитаете пятую главу послания к римлянам, вы узнаете, что с опытом... Откроем пятую главу. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы имеем этот мир через нашего Господа Иисуса Христа. Этот шалом. Мы имеем шалом с Богом. С Ним у нас все на месте и ничего не сломано. Слава Богу. Кровь Иисуса полностью все очистила. Давайте читать дальше. И не Сим только. Хорошо, давайте прочитаем второй стих. Через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Надеждою славы Божьей. И не Сим только, но хвалимся и скорбями. Можете себе такое представить? Тело Христово еще так к этому и не пришло. Возможно, несколько отдельно взятых людей пришло, но в общем массе нет. Я имею в виду, что мы расклеиваемся каждый раз, как только становится хоть немного тяжелее. О, Бог, откуда это взялось? О, Господь, не посылай меня туда. О, Боже, я не хочу в это вмешиваться, меня могут обидеть. Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Помните, что об этом сказал Аков? Это приводит в действие вашу веру. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Аллилуйя. А терпение — опытность. От опытности — надежда. Вы делаете шаг вперед в вере. Вы делаете этот шаг, потому что так сказал Бог. И вы начинаете прославлять его и называть несуществующее, как существующее. И вы начинаете благодарить Бога. Спасибо, Господь, так хорошо быть здоровым. И вы приняли решение, что каждый раз, когда приходит эта боль, я буду благодарить Бога за то, что я уже здоров. Каждый раз, когда я чихну, я буду благодарить Бога за то, что я уже здоров. Каждый раз, когда я буду доставать счет из почтового ящика, я буду благодарить Бога за то, что я свободен от долгов. Так чудесно быть свободным от долгов. И не реагируйте, и не отвечайте так, как реагирует, мир. Вам нужно обновить свой разум, обновить свое мышление, понимаете? Наверное, я простудился. Ну зачем вы это сказали? Этот мир чихает, а это спусковой крючок. Наверное, я чем-то заболел. Ну и зачем вы это сказали? Именно так дьявол и научил нас принимать от него. Есть только один путь, как вы принимаете, как от Бога, так и от него. Нет какого-то другого пути, потому что он всего лишь ангел. То есть он не может придумать ничего нового. Бог сотворил и запустил все это в действие еще до того, как он вообще появился. Еще до основания мира. Поэтому он не может ничего изменить. Поэтому вам нужно сменить спусковой крючок. Говорите, я так рад, что Бог сказал мне, что я уже исцелен, и мне не нужно ничем болеть, слава Богу. Я рад, что я не такой, как остальной мир. Аминь. Я так рад, что я здоров. Возможно, у вас насморк или что-то еще. Но не позволяйте этому толкать вас к тому, чтобы принимать от дьявола. Постоянно принимать от Бога, несмотря на свою плоть. Помните, в пятнадцатой главе книги Бытия, Аврам сказал Богу, ты не дал мне потомства или семени, как сказано в оригинале. И послушайте, что он сказал. Видишь, я остаюсь бездетным. Но Бог уже раньше сказал ему, я произведу от тебя великий народ. Этого нельзя сделать без семени. Но это и было его семенем. Аврам этого не знал. Понимаете, это было живое Слово Божье. Если бы он сказал, хорошо, с этих пор я буду Авраамом, отцом множества народов, он мог бы это сделать. Ему не нужно было ждать, пока Бог изменит его имя. Он сам мог это сделать. Он мог бы сказать, это я, да, с этого момента это я. Так бы он избавил себя от многих проблем. А Ближний Восток сейчас был бы гораздо более приятным местом для жизни, потому что не было бы никакого Измаила. Аминь. Но он этого не увидел. Он этого не понял. Все, что он видел, это то, что его жена всю жизнь оставалась неплодной. Все, что он видел, это то, что у него до сих пор нет ребенка. Как я буду отцом множества народов? У меня нет ребенка. Когда Бог будет это делать? Почему он до сих пор этого не сделал? Что я делаю неправильно? Почему это не работает? Видите? Во всем этом нет никакой веры. Это недоумение. А не вера. Вы это понимаете? Да, но брат Копленд, он же был... Нет, не говорите мне «да, но». Скажите «да, брат Копленд, я это понимаю». Чего мы до сих пор не осознавали, так это того факта, что записанное Слово Божие является голосом с небес. Оно Бог. Оно так же живо, как и сам Бог. Ученые недавно обнаружили, что оно читается в обратном порядке точно так же, как и в обычном порядке. Можете себе такое представить? Слава Богу. Меня это удивляет. Люди открывают библейский код и верят тому, что получается при чтении Библии в обратном порядке. Но они не верят тому, что в ней написано в обычном порядке. Я подумал, да, ну... Все же я лучше продолжу верить тому, что в ней написано в обычном порядке, прямым текстом. Понимаете, мне не нужен компьютер, чтобы знать, что говорит Бог. Заметьте, Павел здесь говорит, а терпение и опытность от опытности надежда. Как только Слово Божие исполнилось в вашей жизни... Да, вы уже больше никогда не будете прежними, слава Богу. Я имею в виду, что вы стояли в вере, вы боролись и вы победили. И ничто с этим не сравнится. Вы просто начинаете осознавать. Дорогой Господь, это действительно вернейшее Слово с небес. Слава Богу. Дьявол больше не сможет загнать меня в угол. Он больше не сможет меня остановить. У меня есть вернейшее Слово с небес. Чтобы обетование было не приложено для всего семени. Хорошо. Это живое Слово. Это живое Семя также является мудростью Слово. И Бог пообещал свою мудрость каждому, кто попросит о ней. Аллилуйя. Скажу вам, что это очень сильно. И Он пообещал мудрость. И приготовил ее для нас еще до основания мира. К славе нашей. Аминь. К славе нашей. Так говорит Писание. И когда вы начнете читать места Писания, в которых говорится о мудрости Божией, вы встретите те места, где мудрость говорит. «Я была здесь, когда Бог творил вселенную. Я была здесь, когда Он запускал все в действие». Затем Он оборачивается и говорит. «Послушай, глупый, до каких пор ты еще будешь оставаться глупым? Ищи меня. Я для тебя дороже денег. Я для тебя дороже серебра и золота». В самом деле, мудрость всегда приводит к большему. Мудрость никогда никого не обанкротила. Аминь. Вам не нужна мудрость Божия для того, чтобы узнать, как быть больным. Вам не нужна для этого мудрость Божия. Вы можете заболеть сами. Вам не нужно состоять с кем-то в завете для того, чтобы обанкротиться. Вы вступаете с кем-то в завет для того, чтобы перестать быть банкротом. Вам не нужен Бог для того, чтобы быть избитым и чтобы поломать себе кости. Вы можете поломать себе кости без Бога. Вам нужен Бог для того, чтобы исцелить свои кости. Аллилуйя. Ну что, теперь вы это понимаете? Религия говорит, Бог переломает тебе кости, чтобы тебя чему-то научить. Что-то мне не верится. Предложить мне вступить с ним в завет, а потом переломать мне кости. Я так не думаю. Мои кости уже были сломаны. Именно поэтому я к нему и пришел. Нет, он не ломает кости. Он не проклинает. Он не осуждает. Он чудесный творец. Он сотворил Эдемский сад. Аллилуйя. И с того самого времени он постоянно старается вернуть нас обратно. Аллилуйя. В одни небес на земле. Хорошо. Мы говорили о живом семени. Мы говорили о живой мудрости Божьей. О вернейшем Слове Божьем. О том, что в начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Аврам сказал, видишь, я остаюсь бездетным. Второе послание к Коринфянам. 5-7. Говорит. Мы ходим верой, а не видением. В 4-й главе послания к римлянам сказано. Аврам не поколебался в обетовании Божьем. Не помышлял, что тело его уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. И будучи вполне, вполне, вполне уверен, что Бог силен и исполнить обещанное. Вот о чем он помышлял. Когда он понял, о чем говорил Бог, Аврам перестал видеть себя бездетным. И Богу удалось убедить Аврама в серьезности своих слов, только лишь поклявшись о своем обетовании на крови, а затем позже изменив его имя. И это, наконец, убедило Аврама. Теперь он даже не мог произнести собственного имени, не назвав себя при этом отцом множества народов. И как только это произошло, меньше, чем через год у него родился ребенок. Аминь. Аллилуйя. Теперь, называя несуществующие, как существующие, Иисус встретил человека по имени Симон, сына Ионина. И Иисус назвал его камнем, Петром. Наверняка те, кто знал Петра, подумали, неужели? Но Иисус точно знал, что он делал. Он называл его камнем до тех пор, пока тот не стал камнем. В своих посланиях Петр писал, Петр апостол, он не писал, Симон, сын Ионин, по прозвищу Петр. Нет, Симона, сына Ионина, уже больше не было. Теперь он превратился в камень. Говорю вам, я просто в восторге от этого. Иисус сделал с ним то же самое. Понимаете? Он пришел, взял человека, изменил его имя, этим самым заставив его называть себя тем, кем его уже назвал Бог. Я повторю вам это еще раз. Он начал называть себя тем, кем его уже назвал Иисус. Может, это дойдет до людей, сидящих в том секторе. Он начал называть себя тем, кем его уже назвал Иисус. И он им и стал. Аллилуйя. Хорошо. Давайте обратимся к книге Иисуса Навина. Положим еще один камень в основании этого и коснемся другой сферы. Уверенности. Мы говорим о вернейшем слове. О записанном слове Божьем. Бог, обращаясь к Иисусу Навину, сказал ему в 8 стихе 1 главы, «Да не отходит сия книга закона это слово от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять, или чтобы ты смог увидеть». Бог не говорил о том, чтобы он смог увидеть своими физическими глазами. Он говорил о том, чтобы он смог увидеть это в глубине себя, увидеть это благодаря слову Божьему, дабы в точности исполнять или видеть все, что в ней, все, что в ней написано. Бог по-прежнему протягивает нам свое записанное слово и говорит, «Это я. Вот это я. О, Бог, будь со мной сегодня». Пустые слова. Потому что он уже сказал, «Не оставлю тебя и не покину тебя, если я с вами во все дни даже до скончания века». Аллилуйя. Поэтому все, что вам нужно сказать, это «Ты знаешь, что у меня есть твое слово на этот счет, Господь. Ты со мной. Слава Богу. Ты никогда не оставишь меня и не покинешь меня. И ты со мной сегодня точно так же, как ты был со мной вчера. И ты будешь со мной завтра точно так же, как и сегодня. Давай, пошли. Аллилуйя. Ты здесь, начальник. Будем делать то, что ты скажешь. Пойдем туда, куда ты скажешь. Аминь. Но ты со мной, вне всяких сомнений. Аллилуйя. Но я просто не чувствую, что он сегодня здесь. Вот сейчас вам как раз лучше верить в то, Если вы начнете чувствовать, что его здесь нет, вы окажетесь в опасном положении. Потому что вы близки к тому, чтобы назвать Бога лжецом. Он сказал, что он здесь. Тот, кто у вас больше того, кто в мире. И не важно, с чем вы сталкиваетесь. Послушайте, вы можете просто взять это слово, открыть его на первом послании Иоанна 4.4 или на других местах Писания и сказать, «Говорю вам, во мне живет тот, кто большее. И я все это преодолеваю. Аминь. Я хожу верой. Я хожу в любви. И я имею Божье благоволение». А ваша плоть просто начинает буянить. Просто устремляется в совершенно другом направлении. Все выглядит не так. Такое ощущение, что все не так. Такое ощущение, что все разваливается, как дешевые часы. Ну, просто посреди всего этого продолжайте стоять. И дьявол думает, «Да что с ним такое? Он что, не понимает? Что это? Почему он просто стоит здесь? И вы просто стоите здесь. И все это время ваша плоть просто кипит. Но только не показывайте этого этому миру. А если об этом не узнает этот мир, тогда об этом не узнает и дьявол. Он достанет свой блокнотик и скажет, «Так, посмотрим. Ведь это работало. Это работало в прошлом году. Я не понимаю. В чем дело? Посмотрим. Может быть, ты поверишь в рак? Нет, на этот раз не сработало. А раньше он уже сдавался через три дня. Вот, ты потеряешь свою работу. И тут вы поворачиваетесь и говорите, «То, то во мне». Все, я понял. Да, ты прав. Меня уже здесь нет. Я имею в виду, что это получается настолько умело, когда вы голосом Господина берете власть над своей плотью и своим разумом с помощью Слова Божьего. Аминь. И вы не придете к этому за одну ночь, но вы можете начать учиться этому прямо сегодня. И говорю вам, Бог не будет стоять в стороне. Бог поможет вам. Он позаботится о вас. Даже несмотря на то, что вы только делаете первые шаги в этих вещах. Он позаботится о вас и поможет вам. И вы будете становиться все сильнее, сильнее, сильнее. Бог сказал, «Поучайся» или «размышляй». Как вы размышляете? Во-первых, Он здесь дал кое-какие пояснения насчет размышления. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. В расширенном переводе Библии сказано, «Ты будешь поступать мудро в жизненных делах». Но для этого нужно размышлять над этим словом день и ночь. Теперь давайте обратимся к посланию к евреям и кое-что к этому добавим. Шестая глава послания к евреям. Евреям 6,18. Начнем читать 12 стиха. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веру и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря, «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Вы заметили, что он использовал здесь слово «истинно». То есть это верно, это обязательно. Это всегда верно. Его слово. Иаков назвал его слово совершенным законом свободы. Оно работает всегда. Оно будет работать для каждого, кто приведет его в действие. Но для этого нужно собрать вместе все его составляющие и быть послушными ему, иначе оно не будет действовать должным образом. Говоря, «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва, воду истоверение оканчивает всякий спор их. Всегда, когда у вас есть кровный завет, уже больше не нужно спорить и возражать. «Ну, не знаю, правда ли это». Вы должны выйти на такой уровень, когда вы ставите Слово Божье на первое место в своей жизни. И когда оно вам что-то говорит, вы изменяете и корректируете свою жизнь, чтобы привести ее в соответствии со Словом Божьим. А не пытаетесь корректировать Слово Божье, чтобы подогнать его под свою жизнь. Я усвоил много-много-много лет назад, что у меня есть полное библейское и небесное право спрашивать Иисуса, «Почему ты был рожден от Девы?» «Когда ты был рожден от Девы?» «Кто была та Дева, которая тебя родила?» «Почему Бог это сделал?» «Но у меня нет никакого права спрашивать, был ли ты рожден от Девы?» «Потому что Его Слово уже сказало, что именно от нее Он и родился». Но если вы начнете копаться в этом теологическом мусоре, выясняя, был ли Он от нее рожден или нет, то этим самым вы уже назвали Бога лжецом. То есть вы не считаетесь со Словом Божьим, а не считаясь с Ним, вы не считаетесь с Богом, со Словом Божьим, а значит, абсолютно не считаетесь с Богом Духом Святым. Аминь. Вы меня слушаете? И этим вы окажете огромную услугу дьявола. Хорошо. Прочитаем дальше. «Посему», используя эту клятву, это подтверждение, «посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, непреложность или неизменность своей воли употребил впосредство клятву, клятву, о которой он поклялся на крови Иисуса, агонца Божьего». Аллилуйя. «Дабы в двух непреложных или неизменных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение или внутреннюю силу». Слово, переведенное как «утешение», означает также «внутренняя сила». «Твердую внутреннюю силу имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Итак, надежда уже предлежит или приготовлена для вас в Слове Божьем. Это три силы, три живые силы. Вера, надежда и любовь. И обратите внимание, что надежда находится между верой и любовью. Ни вера, ни любовь не могут работать без нее. Она является очень важной живой силой, которая, надежда, для души есть как бы якорь безопасный, или верный и крепкий. Здорово! Я нашел для себя верное обетование, верное Слово Божие. А теперь я еще узнал, что Библия является верной надеждой. Давайте разберемся, о чем мы здесь говорим. Бог говорит о необходимости размышлять над Словом Божьим день и ночь. И тогда вы будете соблюдать, то есть будете видеть. Вы будете что-то видеть, если будете размышлять над Ним день и ночь. Вы не будете ходить везде, говоря, видишь, я остаюсь бездетным, видишь, я остаюсь без денег, видишь, я остаюсь без здоровья, видишь, я остаюсь больным. Но вы будете ходить везде, говоря, видишь, я что-то вижу. Слава Богу. И возможно, больше никто не будет это увидеть. С вами когда-нибудь такое случалось, что во время служения в церкви, услышав какую-то фразу проповедника, вам вдруг раскрывалось какое-то местописание, которое вы знали многие годы. Вы говорили, ооо, здорово. Вы это видели? То есть вы что-то увидели, верно? Вы увидели это не своими глазами. Вы увидели это внутри себя. И это стало твердой внутренней силой. Почему? Потому что ваш внутренний человек, ваш духовный человек увидел что-то вечное и ухватился за это. И теперь уже никто у вас этого не вырвет. Никто. Вы говорите, оо, здорово, вы это видели? Надо же, вы видели. А сидящий рядом с вами человек отвечает, я ничего не видел, о чем это вы? Что вы видели? Я ничего не видел. Вы получили знания и откровения с небес. А это главное. Заметьте. Которая, надежда, для души есть как бы якорь безопасный или верный, и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу. Надежда. Эта надежда, о которой он говорит, этот верный внутренний образ, то, что вырастает из Слова Божьего, которое верно, и становится тем, осуществлением, чего является вера. Вера же есть осуществление ожидаемого или того, на что мы надеемся, и уверенность в невидимом для физических чувствах. Но она становится уверенностью в том, что вы видите своим духом. Слава Богу. Вот что делает надежда. И этот образ, этот образ надежды, который созидается внутри вас, входит в это святое святых за завесу, в святейшее место во всей вселенной. Эта надежда, этот образ вашего успеха, этот образ славы Божьей вокруг вас, этот образ вашего освобождения, этот образ вашего здорового тела, этот образ того несуществующего, которого вы называете как существующее, не просто созидается внутри вас, созидая надежду, но он созидается внутри святого святых. за завесу, куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек. Слава Богу. Откройте 11 главу послания к евреям. На этом я постараюсь, если смогу сегодня и закончить. Аминь. 11 глава послания к евреям. Вера же есть осуществление ожидаемого, или того, на что мы надеемся. Этот мир вкладывает в слово надежда совершенно другой смысл. Делая его синонимом слова «хотелось бы». Вы идете сегодня на собрание? Ну да, я постараюсь прийти. Нет, вы не придете. Тех, кто старались прийти на эти собрания, так до сих пор здесь и нет. Аминь. И вы говорите, да, знаете, там будут молиться за больных. А вы примете свое исцеление? Да, я, конечно, надеюсь. Мы просто надеемся и молимся. С таким же успехом он мог бы сказать, нам просто хотелось бы. И мы молимся. Именно поэтому, делая это всю свою жизнь, вы так до сих пор еще ничего не получили. И люди думают, от Бога так трудно что-либо получить. Да, трудно, если все, что вы делаете, это просто хотите. Бог не является фокусником, просто исполняющим ваши желания. Настоящая библейская надежда это божественный образ того, что Иисус уже купил, за что заплатил и дал вам в своей крови. И когда вы начинаете принимать от Слова Божьего, начинает приходить вера, а также надежда. Когда вы размышляете над Словом Божьим, тогда этот верный и крепкий якорь вашей души начинает подниматься внутри вас. Когда вы размышляете над этим Словом, и вы начинаете видеть себя здоровыми, вы начинаете видеть себя освобожденными, вы начинаете видеть себя имеющим больше денег, чем можете потратить, имеющими больше здоровья, чем нужно для одной жизни, слава Богу. Вы начинаете видеть свою семью, восстановленной и ходящей в Боге. Вы начинаете видеть себя наверху, а не внизу. Если будете размышлять над этим, слово, переведенное в Новом Завете, как «надежда» означает «сильное ожидание». Сильное ожидание. Один из переводов говорит «раскаленное добела ожидание». И оно приходит во время назидания, во время размышления. Вера же есть осуществление того, чего вы сильно ожидаете, и уверенность в невидимом. А в расширенном переводе Библии это расписано более подробно. Уверенность в том, что еще не открыто пяти физическим чувствам. Но это уже открыто вашему духу, верно? Потому что в нем работает надежда. Прочитайте 17, 18, 19 стихи. Верою. Я хочу, чтобы вы видели здесь Слово Божье, веру и надежду. Я хочу, чтобы вы видели одно, второе, третье во всех тех местах Писания, которые мы будем читать. Мы говорим об Аврааме уже после того, как он был вполне уверен, и после того, как родился Исаак. И Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты принес этого мальчика в жертву». И Авраам по-прежнему называл несуществующие, как существующие. Он сказал своим слугам, «Оставайтесь здесь, снизу, у горы». А мы с сыном сходим на нее и вернемся. Разве он не так сказал? Аминь. Он по-прежнему называл несуществующие, как существующие. Серьезно намереваясь подняться на вершину той горы, убиться на ножом для жертвоприношения, принести его, как агонца, во всесожжение перед Богом, развести огонь и сжечь его прямо там. Но мы с сыном вернемся. Ну, в конце концов, брат Коплант, этому старику уже было больше ста лет. Он уже просто выжил из ума. Нет, он был сильнее, чем когда-либо раньше. Смотрите. Семнадцатый стих. Послание к евреям, одиннадцатой главы. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака». Вот его послушание. «И он принес в жертву своего единородного сына, о котором было сказано, «В Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить». Авраам до этого еще никогда не слышал рассказов о том, что Бог вообще может воскресить кого-то из мертвых. Мы с вами уже об этом слышали, но на тот момент таких случаев еще не было. И в отличие от нас, с вами у него не было никакого записанного Слова Божьего. Поэтому Бог нашел к нему другие подходы, чтобы неизгладимо запечатлеть это в его сердце и разуме. Он изменил его имя, «И Авраам начал, подобно Богу, называть несуществующих, как существующих, и у него родился сын». Он получил обещанное, верно? Вера сделала свою работу, но он по-прежнему продолжал ходить и жить в послушании и вере. Но заметьте, где была его надежда? Посмотрите, осуществлением чего была его вера? Именно этому и посвящена вся эта 11 глава, верно? Смотрите. «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить». Почему? Или «оттуда из мертвых» и получил его в предзнаменовании. Он уже это увидел. Он уже увидел, как Бог воскрешает его из мертвых. Он уже шел в этом направлении. Он уже верой принял то, что увидел в своем сердце в божественной надежде, рожденной в нем словом живого Бога. Он уже увидел это в предзнаменовании. Он уже поступил на основание этого. Он уже принял это. Что касалось его, то это уже было сделано. Все, что ему нужно было сделать, это просто следовать в этом направлении. Вы понимаете? Он по-прежнему жил верой. Он отправился на ту гору, чтобы быть послушным Богу. Мы вернемся. Богу придется воскресить Исаака из того пепла, но это уже его работа, а не моя. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что он уже это увидел, и он уже в какой-то момент это принял. И Авраам должен был принять это верой. Мы только что об этом читали. Поэтому это не было чем-то таким в физической сфере, что он увидел своими физическими глазами. Он увидел это в какой-то другой сфере. И мы уже прочитали, в какой именно. В надежде. Вера является осуществлением того, чего он сильно ожидал. Размышляй над моим словом день и ночь, и увидишь все, что в нем написано. Душевная часть вас. Ваша воля, ваш разум, ваши эмоции. Та часть вас, которая принимает решения. Та часть вас, которая находится между вашим сознательным разумом, имеющим дело с физическим миром, и вашим духовным разумом, имеющим дело с небесными вещами. Это ваша душа. А надежда становится верным, крепким якорем, якорем для ваших эмоций, вашей воли и вашего разума. И когда вы ставите свой разум, свои эмоции и свою волю на якорь, то дьявол ничего не сможет с вами сделать, потому что так вы просто оставите его безработным. Это единственная сфера, в которой он может работать. И он ее потерял. Не имея доступа к вашей плоти и вашему разуму, у дьявола нет возможности строить твердыни. А когда вы ставите свою душу на якорь, слава Богу, тогда он оказывается бессильным. Ему лучше забыть о вас. Он может прийти к вам с чем-то извне, чтобы попытаться вас с чем-то достать, с чем-то, если ему это удастся на вас напасть и как-то вас атаковать. Но все же, теперь лично с вами он уже ничего не может сделать, когда ваша душа поставлена на якорь. А как ставить ее на якорь? Позвольте мне воспользоваться здесь следующим контекстом, поскольку вам очень хорошо известно это место Писания. В данном случае можно говорить как о вере, так и о надежде. Сегодня я читал вам все места Писания, в которых они сравниваются, поэтому давайте прочитаем его так. Надежда приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Она приходит точно так же. Любовь приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Они все приходят одним и тем же образом. Они все подчиняются одному и тому же принципу. Теперь обратитесь к Слову Божьему и начинаете размышлять над этими обетованиями. Что значит размышлять над обетованием? Для этого возьмите обетование Божие, фактически. Ранами его вы исцелились. Даже не является обетованием. Это факт, это небесный факт. Это уже произошло как на небе, так и на земле. Это исторический факт. Точно такой же, как и любой другой факт. Так что в действительности это даже не обетование. Но Иисус сказал, «Если узрите Слово Божье очами, услышите Слово Божье ушами и уразумеете Слово Божье сердцем, и обратитесь, тогда я исцелю вас». А вот это уже обетование, верно? Итак, вы берете это место Писания и говорите, «Ранами его вы исцелились». Значит, я уже исцелился. Да, я не чувствую себя исцеленным. Но здесь ничего не говорится о моих чувствах. Если я спрошу свое тело, исцелилось ли оно, оно ответит «нет». Если я спрошу своего двоюродного брата, он ответит «нет». Но я не спрашиваю своего двоюродного брата и не спрашиваю своего тела. Я спрашиваю Бога. А он уже сказал, что я исцелился. И я прямо сейчас принимаю решение верить в это. Таким образом, я поместил в это слово свою душу. Потому что я принял решение. Оно право. Я уже решил, что его слово право. Я уже решил, что оно стоит на первом месте в моей жизни. И раз оно так говорит, то я в это верю. Я верю в это сверхнадежды этого мира. Он понадеялся. Аврам понадеялся сверхнадежды. Помните это? Мое тело говорит, что для меня нет никакой надежды выздороветь. Но я надеюсь сверхнадежды. Я выступаю против этого с чем-то гораздо более сильным. Поэтому я принял решение. Вот оно, прямо здесь. Теперь мне нужно размышлять над этим. Господь, я прихожу при Тобу сейчас, чтобы размышлять над этим Писанием, которое делает это утверждение в моей жизни. Я верю в это. Я верю в это так же, как если бы ты сам явился передо мной и сказал мне это в лицо. Я верю, что это так же верно и так же реально. Делая это, я привожу в действие свою веру. Просто примите решение. Моя вера в действии. Но в этот момент, в данной конкретной ситуации, ваше тело опередило вашу веру. Ваше тело уже болит. Оно уже испытывает боль. Ему уже поставили самые ужасные диагнозы, которые только можно себе представить. И теперь вашей вере придется догонять. Поэтому вы не можете судить по своему телу, делает ли ваша вера что-нибудь или нет. Они пока еще даже не соединены друг с другом, потому что веру нужно взрастить. Взрастить. Точнее, надежда должна это взращивать до тех пор, пока ваша мечта не станет достаточно большой, чтобы потом передать ее вере. А вера есть осуществление. Она просто ее осуществляет. Но пока что мы имеем дело с семенем, а не с корнем. Аминь. Итак, вот я нашел живое семя. И оно верно и крепко. И такого не может быть, чтобы оно не работало. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Слово Божие говорит, «Мы имеем вернейшее слово. Это совершенный закон свободы. Прибудьте в нем. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Так что, дьявол, не спорь со мной по этому поводу, я не собираюсь это слушать во имя Иисуса». Господь, что касается меня, то это уже решено. Я в тот момент переступил эту черту. «Слава Богу!» В восемь часов. Сорок четыре минуты. Двадцать шестого сентября. Я верю, что получаю от Иисуса свое исцеление. Это точка решения, и точка, после которой нет возврата назад. «Отец, я молюсь за наших телезрителей, за радиослушателей. Я молюсь за тех, кто смотрит нас по интернету. Слава Богу! И я принимаю вместе с ними. Мы принимаем силу живого Бога». Если вы еще не сделали Иисусу Господом в своей жизни, сделайте это прямо сейчас. Просто помолитесь следующим образом. «Отец Небесный, молите слух, чтобы слышать себя. «Отец Небесный, я верю, что Иисус воскрес из мертвых. Я принимаю тебя, Господь Иисус, как своего Господа и Спасителя. Води в мое сердце, наполни меня своим духом. Я каюсь в своих грехах во имя Иисуса». Аминь. Если вы сейчас помолились вместе со мной, то напишите мне, и я вышлю вам эти маленькие книжки, чтобы помочь вам начать изучать Библию. Напишите по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлим их вам совершенно бесплатно. До встречи! А пока я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok